Какие самые мерзкие, худшие примеры подхалимства вы видели на работе? В мои служебные обязанности входит раздавать детские книги в разные агентства. Один раз нашему исполнительному директору не понравилась полученная нами книга. Пара строк из книги показалась ей неприемлемыми. Она попросила меня никому не давать эти книги, решила заказать другие. Моя коллега заметила, что я не отнесла книги и решила сделать это сама. Она не нравилась исполнительному директору и пыталась заслужить ее похвалу. Решила, что может добиться этого, выставив меня в плохом свете. Я думала, что она ушла на обед, не имела ни малейшего понятия, что она пыталась сделать мою работу. Вернувшись, она гордо сказала другим коллегам, что выполнила мою работу и директор будет ею довольна. Она подошла к моему столу и произнесла сердито и громко, чтобы директор услышала ее. Я только что отнесла книги вместо тебя. Мне приходится брать на себя твои обязанности, кроме всего, что я делаю для агентства. Я лишь посмотрела на нее и сказала, ты совершила глупость. Сразу после этого она пошла к директору и сказала, что заметила, что я не отнесла книги, поэтому сделала это сама и спросила, есть ли у директора еще поручения для нее. Директор была в ярости. Она ведь собиралась вернуть эти книги и заказать другие. К тому же на них не было нашего логотипа, на что она должна была обратить внимание. По правилам, мы должны проставлять свой логотип на такие книги. Директор разорвала ее в клочья из-за того, что она полезла не в свои дела и пыталась выставить меня в плохом свете. Она так пыталась выслужиться перед директором, но это обернулось против нее же. Директор еще и похвалила меня перед ней за внимательность. Коллега назвал одного своего ребенка в честь начальника, а второго в честь владельца компании. У меня был коллега, который ходил домой к боссу, чтобы сделать ему массаж стоп. Изменено, коллега был настоящим мешком дерьма. Думаю, он приходил на работу вовремя один раз за два года. А еще был патологическим лжецом. У этого коллеги были проблемы с машиной, и тогда босс одолжил ему одну из служебных машин. Коллега случайно проболтался, что был в квартире босса, где массировал его стопы. Он произнес это по рассеянности, как будто не придав значения собственным словам. Я такой, погоди, что? Он пытался убедить меня, что это была всего лишь шутка, но я понял, что это была правда. Я работаю на ресепшн, и моя коллега настоящий подхалим. Самый последний пример такого поведения случился, когда клиент захотел отблагодарить нас, принес пончики и оставил их на стойке регистрации. Я была в кабинете, но слышала разговор между коллегой и этим клиентом, который сказал, что это подарок. Затем я услышала, как коллега пошла в кабинет босса и заявила, что она заказала ему пончики, потому что он очень много работает. Коллега пыталась накормить менеджера на обеде со словами «Еще один кусочек, пожалуйста». Они обе девушки, но все же было очень неловко присутствовать при этом. Изменено, мы просто были на обеде, коллега стояла рядом с менеджером, пока она ела. Она накладывала еду в тарелку менеджера и подливала ей напиток. Когда менеджер сказала, что наелась, коллега подложила еще один кусок и сказала «Еще один, пожалуйста, ради меня». Это было настолько фу, что мне противно, когда я вспоминаю об этом. В нашей маркетинговой команде был сотрудник, который был ведущим дизайнером. Он довольно пренебрежительно относился к сотрудникам младшего звена. А если кто-то хвастался чем-то, он говорил, что делал то же самое, только еще круче. Например, если кто-то говорил, что провел выходные в отеле на пляже, он заявлял, что провел неделю в пентхаусе на том же самом пляже. Он также старался держаться как можно ближе к начальству и часто хвастался так, чтобы они слышали его. Видимо, хотел, чтобы они знали, какая у него прекрасная жизнь. Однажды вице-президент нашей компании подошел поговорить с кем-то из отдела по соседству с нашим. Претенциозный дизайнер громко спросил у меня, как я провел выходные, и я ответил ему. Он громко ответил мне, пытаясь похвастаться, но вице-президент вообще не обращал на него внимания. Тогда чел встал позади вице-президента, разговаривающего с другим сотрудником, и когда вице-президент отпустил какую-то шутку, дизайнер очень громко и натужно засмеялся. Вице-президент аж вздрогнул, потому что до этого момента не знал, что этот парень стоит за ним. Он выдавил сдержанную улыбку, едва кивнул и ушел по своим делам. Дизайнер вернулся в наш отдел, сел на свое место и приступил к работе, забыв о том, что разговаривал со мной. Самым большим подлизой был парень, с которым я работал на прежней работе. Каждый день он докладывал боссу что-нибудь о команде, с которой работал. Если кто-то говорил что-то плохое про босса, он обязательно передавал эти слова. Если кто-то опаздывал с обеда на минуту или две, он отправлял боссу скриншот своего телефона со временем. Если кто-то вешал что-то не идеально ровно, он брал уровень, фотографировал и отправлял фото боссу. А еще он приходил на работу по воскресеньям и мыл все машины, чтобы поддерживать имидж компании. Позже я узнал, что он делал это не ради повышения на работе. Просто он встречался с дочерью босса и пытался таким образом понравиться ему. Во время собраний коллега говорил начальнице. Миссис Босс, вы самый умный человек из всех, кого я знаю. Как бы мне хотелось иметь хотя бы долю вашего ума. Я работала с женщиной, которая устроила вечеринку поздравления для беременной жены менеджера прямо в офисе. Ее не менее беременная коллега-подруга получила приглашение на вечеринку, но в ее честь никто не стал устраивать ничего подобного. Подлиза просто проигнорировала ее беременность. Забавно то, что на самом деле никто не любил нашего менеджера и все ушли сразу после того, как посидели немного ради приличия. Также она пыталась упрекать нас тем, что мы не купили подарок менеджеру на день начальника. Как будто того факта, что он получал дохрена денег было недостаточно. У меня на работе был парень, который каждый день платил за обед своего начальника. Однажды босс спросил, почему он это делает, и он ответил, король должен хорошо питаться. Все, кто находился рядом, словили дикий кринж, включая самого начальника. Мой непосредственный руководитель и я как-то раз работали вне офиса, в лаборатории партнера нашей компании, которая находилась примерно в часе езды от нашего офиса. Мы закончили в 16.30, и я сказал, да ладно, поехали домой. Он настоял на том, что мы должны позвонить директору и проинформировать его, что мы закончили работу, чтобы получить его официальное разрешение на то, чтобы уйти с работы на полчаса раньше. Директор ответил, вы беспокоите меня по таким мелочам? Просто езжайте домой, серьезно, вас двоих отправили в рабочую поездку, и вы должны самостоятельно принимать такие решения. Один из моих коллег знал, что менеджер филиала фанател от карточной игры Magic the Gathering, поэтому соврал, что у него связи с кем-то в издательстве Wizards, поэтому он может достать для него карты бесплатно. Оказалось, что он на самом деле просто покупал карты. Один из моих коллег видел, как он покупал их в ближайшем Walmart. Он буквально давал боссу взятку картами, которые покупал по полной цене. Самое печальное, это чертовски сработало. Все знали, что к этому парню особое отношение. Когда он лажал, его приятель-менеджер всегда его прикрывал. Его повысили до должности, которую он определенно не заслужил, обойдя более квалифицированного сотрудника. Мы даже пытались сказать менеджеру, что чувак тупо покупает карты в магазине, но он нам не поверил. Так что да, несколько тысяч долларов на карты привели к повышению, которое принесло ему в пять раз больше денег. Я когда-то работал в крупном инвестиционном банке в отделе продаж. Уточню, что здание охватывало целый квартал Нью-Йорка. Отдел продаж занимал целый этаж. В отделе работали сотни специалистов. Кабинет управляющего директора находился в самом центре. Мой кубикл и кубикл другого рядового сотрудника примыкали к нему. У директора был очень громкий голос и хорошее чувство юмора. Каждый раз, как он произносил что-то хоть отдаленно смешное, чувак, сидевший рядом со мной, вставал, закрывал рот ладонями и громко ржал фальшивым смехом. Через шесть месяцев директор переехал на другой этаж, и насколько мне известно, они ни разу даже не разговаривали. Чувак был под Лизой сотого левела и заставлял трехсот специалистов отдела продаж умирать от испанского стыда. Я работала с девушкой, которая всегда меняла голос, когда разговаривала с нашим начальником, пытаясь звучать более эротично. Тон ее голоса повышался буквально на несколько тонов, и она начинала говорить как глупая чикса. Когда его не было рядом, она говорила совершенно иначе. Моя начальница поручила мне купить подарок и открытку на день рождения ее начальницы, что только обрадовало меня, так как я была не против провести час вдали от работы. Открытка была вполне стандартной, но торт был заказной и очень дорогой. Совсем не такой, какие обычно дарят на работе. Затем мне пришлось заскочить в Тиффани за браслетом, который и был подарком, причем лично от моей начальницы. Дорогие подарки коллегам и тем более начальникам у нас не было принято делать. Мы работали не в банке и не в какой-либо богатой фирме. Поэтому этот жест казался очень неуместным и откровенным проявлением подхалимства. У меня был начальник, который любил красивую жизнь и дорогие вещи. Хорошая качественная одежда, дорогое вино, экзотическая еда, сигары со всей планеты, куча часов и дорогие марки машин. Итак, один мой коллега через две недели после начала работы у нас купил моему боссу запонки за сотни долларов. В течение двух лет этот коллега был своим человеком для босса. Никогда не спорил с ним. Он также сам назначил себя правой рукой начальника, всегда указывая другим людям, как и что делать, объясняя, что так этого хотел бы начальник. В общем, официально открылась вакансия руководителя отдела, вторая высшая должность. Естественно, мой коллега был очень счастлив, рассказывая всем, что получит должность, потому что начальник обещал ему. Чего он не знал, так это того, что босс уходил из компании, назначив тогдашнего руководителя отдела своим преемником. А тот выбрал на свое прежнее место сотрудника, который проработал в компании около девяти месяцев. Понятное дело, что у подхалима впоследствии были очень натянутые отношения с новым начальником. У меня была очень противная коллега. Она была груба со всеми, кого считала ниже себя, согласно своей воображаемой иерархической структуре, и целовала взад всех, кто был выше нее. Она была очень груба и высокомерна со мной буквально каждый день. Придиралась по мелочам. Смеялась над лабораторным халатом, который я носила, над моей едой, и издевалась над моими шутками. Сразу было понятно, что ее саму гнобили в школе. Она не могла сама быть школьной задирой, потому что у нее не было ни остроумия, ни чувства такта, а ее оскорбления были слабыми и странными. Так вот, однажды у нее хватило наглости заявить, что я плохо выполняю свою работу. Я полгода мирилась с этой херней, но решила, что с меня хватит, и пошла в отдел кадров. Моей коллеге сделали выговор. Владелец лаборатории сказал мне, что считает, что такое непрофессиональное поведение является достаточной причиной для увольнения. Но мы как раз проходили аудит, которым занималась она, поэтому ее оставили. Через несколько недель был день рождения владельца лаборатории. По традиции, мы положили в комнате отдыха открытку, в которой любой желающий мог поздравить именинника и подписаться. Самое длинное поздравление написала та самая коллега. Она упомянула, что очень счастлива работать в компании под его руководством. Она даже не пыталась прикрыть свое подхалимство. Написала, что надеется проработать с ним еще много лет. В пятницу он ее уволил. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. А также дополнительные острые выпуски, которые не попали на ютуб из-за цензуры площадки. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.